так ну вроде бы как бы пошла до пошел стрим минуточку ребята нужно глянуть уху-ху-ху-ху что-то немало понятно и идет стрим этот или не идет блин чё за говно на какая-то дичь происходит так а ну к минутку другие функции прямые трансляции ну да вроде бы как идет до стрим до стрим идет стрим идет это хорошо все значит тогда запускаем стрим идет а проверить его никак нельзя по-моему как-то по конченному сделано всем привет ребята здорово да вот все теперь вот появился стрим святослав евдокимов привет вот облом с w rc 8 так вроде бы все все окей всем привет ребята сегодня у нас эмик джи пи 2019 будем смотреть этот стрим потому что первый раз что-то запустил смотрю что-то никто не пишет мне в комментариях наш стрима нету в общем погнали смотрим новинка сегодня в релиз ушла эта игра и миг джи пи 2019 посмотрим сравним ее с предыдущими частями что здесь у нас интересного такого есть так минуточку как мне выйти отсюда back back cancel до облом конечно конкретный но не знаю подождем до этого самого сегодня ребят не будем за w rc 8 ничего говорить сегодня смотрим на эту игрушку короче меню тут явно переработали сделали его более таким лайтовым и возможно каким-то развлекательным может здесь и карьеру они как-то переработали короче смотрим что здесь у нас интересного есть по меню то есть сезоны и если режим карьеры это нас гран-при тайм атак это быстрое время и чемпионат play ground я не знаю что это такое ну-ка давайте-ка go to playground rider playground общем чуть непонятно что это такое а но это типа я понял настройка игры all the difficulty давайте поставим медиум я думаю нормально карты реалистик нет ставим медиум я думаю вполне себе отлично будет чтобы слишком легко на мне не казалось борьба так это у нас пресеты какие-то я так понял что типа профиль наверное гонщиков да и go to playground непонятно давайте-ка зайдем глянем что здесь у нас такого интересного а ну я понял это типа песочница короче по открытой местности нам сейчас нужно ездить глянем но по графону вроде бы я запускал перед стримом а вроде бы мыло стало гораздо меньше в этой игре посмотрим как он пройдет сейчас немножко проедем по открытой местности так глянем что у нас тут с виду что у нас виду интересное такое есть так это у нас режим от первого лица а третьего лица близки дальний и режим шлеме и с видом под первого но этот вид мне больше всего нравится да проедем посмотрим что здесь у нас так функция балансировки байка то есть смещение веса в переднюю или заднюю часть присутствует это хорошо то есть по сути игровая механика у нас про спин какая привет у тебя пиратка естественно пиратка в стиме это игра стоит 930 рублей про спин мультик там есть но предыдущих частях мультиплеер был но я в мультиплеер не играл потому что мне он не интересен в этой игре и людей русских геймеров не слишком таки много в этой игре поэтому я скачал так для ознакомления вам показать что это за игра сейчас немножко поездим так вот этот прикольно смотрите об через мост разбитый короче проезжать такого точно не было в предыдущих частях я считаю это клёво здесь есть генератор трасс ну как и в предыдущих частях поэтому принципе ну короче вы поняли это у нас такая у нас такая локация песочница просто для тренировки оттачивания своих навыков кто-то такое в этом дубе по умниц так ладно с этим понятно выходим в главное меню кстати фри камера если ну-ка давайте-ка глянем принципе детализация байков более чем годная бы так сказал прикольно смотрятся можно фоточки делать у кого steam версия то без проблем даже посмотрите трава ну сказать чтобы она какая-то слишком убогая давать вот она сам гравий посмотрим ну неплохо так сделано есть конечно прослеживается мыльцо но я считаю все равно достойно байк пачкается это тоже плюс так а как нам подняться все я вижу то есть можно фотографировать делать красивые какие-то фоточки там со своих заездов с прыжками там стантом и так далее то есть в этом плане конечно все очень клёво про спин а чья русского языка нет но спросил разработчиков почему нету так ладно давайте выходим главное меню и пробуем пробуем обычный сезон и потом перейдем именно в режим карьеры мне хочется в режиме карьеры посмотреть как вообще эта игра себя проявит мне очень хочется узнать какая здесь физика управления насколько здесь динамичная езда то есть в этом плане музыка я оценил здесь музыка очень крутая в меню так вообще в заездах я не слышал музыки но в меню все есть кстати по поводу настройка ребят смотрите сколько здесь настроек настройки подвески какое количество настроек тут тут то есть игрокам которым нравится там настраивать свой мотоцикл байк ну здесь вот реально для вас рай короче можно коробку передач сделать меньше то есть передаточное число больше и так далее то есть тоже в этом плане очень клёво допустим максимал максималочку можно на этих эндуро мотобайках до ста пятидесяти километров в час пятую передачу сделать или там допустим если у вас спецучастки короткие то естественно передачи надо поменьше делать чтобы крутящий момент увеличить то есть в этом плане очень супер тормоза то есть можно сделать смотрите тормоза агрессивное нажатие то есть чтобы быстро реагировала на тормоза то есть байк или более плавное плавное торможение даже в этом плане все все год аналогично вот с газулькой можно газу по агрессивную поставить можно газульку обычную такую чтобы не сильно реагировала на дроссельную заслонку виллбейс соответственно мы можем делать базу подлиннее там допустим чтобы байк был более устойчивый или делать покороче чтобы байк был более маневренные в там шпильках и так далее то есть это тоже я считаю круто такая вот такое уже нововведение было предыдущих предыдущих частях но все равно мне нравится когда в игре показывают все это визуально то есть что на что влияет это очень клево ну и соответственно байк с этап менеджмент это то есть пресеты которые вы создаете вы их можете сохранять в этой игре тоже я считаю очень большой плюс так ну все поехали на гоночку попробуем гонщик и смотрите анимации сколько добавили то есть они смотрят на нас там как-то разминаются перед гонкой то есть это тоже я считаю очень большой плюс как-то знаете не заскриптованы движения и каждый друг от друга отличается а также обратить внимание как вот эти вот хвосты байков то есть щитки задние они от вибрации вибрируют вибрируют то есть сделали действительно молодцы такое конечно было предыдущих частях но вот здесь вот прям вот бросается в глаза и классно так проверили подвески что мы в принципе поехали на гоночку попробуем с видом от третьего лица как управлять от третьего лица а потом переключимся на мой любимый вид от первого соответственно балансировать до балансировать мы можем весом байка нашего так а ну давай так попробуем другой вид вид от первого лица не ну так конечно гораздо круче ездить с видом от первого лица как-то знаете чувствуется динамика так а назад посматривать можем да в принципе кнопка кнопка желтая на геймпаде с буквой е называется то есть она в принципе техника управления осталась одна и та же может мне кажется но немножко мне кажется сделали вот наклон мотоцикла видите с с а какие отличия от 18 а 18 части не было было 17 часть 18 было и миджи пепро но есть у меня обзор на и миджи пепро не она не понравилась вообще то есть там они слишком сделали мудреное управление и я сказал своим подписчикам ступа что типа и миджи пепро у меня она как бы не вставила здесь управление я бы так сказал она упрощенная она чем-то напоминает мне и миджи петри вот которая которая была 17 года она называлась здесь вот управление очень похоже визуально игра стала более четкая то есть меньше мыло вот лучше мне кажется прослеживается то есть вот четкость гравия ну а я вот только что проехал по грязи с водой я не слышал звук звук воды вот опять проехал я не чувствую что я заехал в воду то есть хотелось бы звуков вот эффектов дорожного покрытия больше а ну к минуточку ребят сейчас я зайду в race option нет нам не сюда нам надо нам надо а это мне надо мне придется выходить тогда с игры я хотел там посмотреть звук какой у нас так а ну ка подождите very easy а чё такое very easy я это я не могу его поменять сложность что ли ладно наверное в гонке нельзя поменять потом туда чуть дальше я думаю поменяем пока проедем посмотрим это у нас обычный заезд так сказать обычный эвент проедем обычный эвент потом перейдем непосредственно в режим карьеры а а человек просто человек приветик что там с crw 8 полный попандос ребят сегодня не говорим о wrc 8 сегодня я не хочу просто мешать разные игры в мотогонку в мотогонку по wrc 8 я думаю запилю отдельное видео непосредственно по epic game store поэтому давайте за wrc 8 сегодня не говорить сегодня чисто смотрим эту игру мотогонку ой 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 это на второй круг Интересно, а сколько нам вообще кругов здесь нужно проехать? Два, три. Так, ну, здесь трюки также можно показывать. Допустим, вот сейчас мы... Оп, да. Трюки можно показывать. Именно ввиду, можно стики левой и правой раздвигать или сдвигать. И при этом он закидывает мотоцикл, видите? Он делает вот эти вот трюки. Человек просто человек. Это Аркада. Ну, естественно, Аркада. Но мне сама вот эта вот гонка по бездорожью, Мотокросс, очень сильно нравится. Не сравнить, допустим, с МотоджиПи и прочими дисциплинами по асфальту. Вот Грави, мне вот больше нравятся вот игры такие, связанные с бездорожьем, где вот по бездорожью нужно ездить. Управление здесь упрощенное, сразу скажу. Но я думаю, это сделано в пользу, знаете, такой динамичной езды. Опа! Есть, можно закидывать, прикольно. Кстати, обратите внимание, когда я тормоз нажимаю на перчатки моего гонщика. Вот сейчас я... Видите? Оп, я тормоз нажал. Видели? Еще раз тормоз нажимаю. Смотрите, видите? Видели? В перчатках он как бы два пальца такие освобождает. То есть даже такая анимация есть. Раньше такого вроде бы я не замечал. Так, ну и здесь есть, естественно, виды шлема, где грязи так нехило добавили. Прикольно тоже, как бы, додает атмосферы. Но тут уже, знаете, как говорится, на любителя. Кому нравится, допустим, такая езда, чтобы грязь была на очках райдера, то, блин, это очень круто, конечно, смотрится. Раньше просто было, знаете, как бы силуэт очков такой на экране. А теперь, смотрите, грязи добавили. Это, я считаю, очень клево. Прям чувствуется, что ты едешь прям вот... Суперски. Так, давай я еще раз тебе покажу, как здесь трюки делать, как оно выглядит все от третьего лица. А, стой, подожди, подожди, давай, давай, выезжай, выезжай. Вот, вот здесь вот. А, все, это финиш, ладно. Тем не менее, прикольно смотрится. Менюшка очень красиво сделана, с такими вот, типа, прописными буквами, считаю клево. Ну, давай-ка взглянем на повтор этой езды LB. LB, где у нас LB? Посмотрим повторчик, как это все выглядит на повторе. Ну, как бы прикольно, но все равно. Мне эта камера не особо сильно нравится. А какие-то другие есть камеры. Вот, вот эта вот камера прикольная. Экшн-камера, типа, камера GoPro. Обалденно выглядит. Прям вот, вот чувствуется динамика езды с такой камерой. Вот, за что я любил. Такая камера впервые появилась в Monster Energy Supercross. Тоже гонка по бездорожью, только на специальных отведенных стадионах. Не на открытой местности, а именно на открытых стадионах. Тут, конечно, выглядит все безумно клево. Суперски. И вид из шлема. Привязаны к шлему. Ну, здесь вот я смотрю, как-то... Ну, эта камера не очень, да? В общем, понятно. По общему зачету нам еще какие-то очки дают. Вот, я даже не знаю. Гран-при результат. Это или режим карьеры? Вот, я не могу понять. Написано вот в сезон. Что-то выиграл. Ну, ну... Number of Grand Prix. Походу, я сейчас прохожу какой-то гран-при, да? Да, я что-то открыл. Значит, это режим карьеры все-таки. Престиж. Пятый уровень. И здесь, походу, престижи тоже будут открываться по... По мере прохождения. Position. Rewind. Прикольно. Total. Так. Выглядит, конечно, прикольно. Так, и здесь вот, смотрите, мы можем подписать какой-то другой контракт с другой компанией. Championship Standings. Вот, не знаю, что это такое. Вот, Race Option. Давайте вот поставим сложность. Very easy. Давайте medium. Среднюю сложность поставим. Я думаю, вполне себе нормально. Так, что такое Double Race? Квалификация и гонка. Полный уикенд. Не, нас интересует только двойная гонка и все. Чтобы без всяких заморочек. Думаю, вполне себе годится. Так, есть, сохранили. Championship Standing. Что это такое? А, понял. Это просто результаты. Это мы ездили в Аргентине. У нас была гонка. Майстон. Мы выиграли одну гонку. 50 поинтов. Див. Что это такое? Див, я не знаю. Типа, проиграли гонку или что-то такое. А что такое Change... Категория... Непонятно, что это. Ну да ладно. Customize. Мы можем что-то кастомизировать. Походу, наш байк мы можем его немного улучшить. И нам дается... Что нам дается здесь? Outfit и байк. Outfit это что такое? Это типа персонажа нашего. Мы можем ему шлем поменять. Так. Можем поменять шмотки ему. Тоже прикольно. Кастомизация. Ну как бы это не в новинку. Но тем не менее, все равно прикольно. Мы можем крутить нашего гонщика. Считаю тоже это клево. Такого не было в предыдущих частях. Это точно. Ну... Такое... Шмотки в горошек, да? Ну... Фиг его знает. Прикольные, конечно, такие... И одежда здесь. Прикольная. Ну, мне вот... Первая шмотка. Вот это больше всего, наверное, нравится. С какой мы там ездили. Вот этот у нас был опал подыхал туда. Так. Четыре тысячи кредитов. Не-не-не. Так. А что тут еще? Боты мы можем поменять. Мы можем поменять... Make Breeze. А что это такое? А, понятно. Это это же, что предохраняет нашу шею, чтобы мы ее не свернули в таких динамичных гонках. Ну, да ладно. Короче, много разных фишек. Смотрите. Тут по цветам можно подбирать. Разные модели. Скотт. Вот бренды. Alpine Stars. Atlas. Moved. Скотт. То есть, все известные бренды, которые используются именно в мотокроссе, все здесь и не представлены. Ну, короче, как бы круто. По байку. Что здесь мы можем? Мы можем поменять модель. То есть, сейчас мы гоняем на CRC 250R. Мы можем купить какой-то другой байк. Допустим, Husqvarna, Kawasaki, 250 кубов, KTM, дальше TM, Yamaha, ну и опять Husqvarna, да? Короче, мы можем прикупить, посмотреть, здесь есть характеристики. Но они по характеристикам плюс-минус везде одинаковые. Где-то у кого большая скорость, где-то разгон. Но, по сути, характеристики везде одни и те же. Так. Покупать мы пока что ничего не будем, но компоненты можно улучшать. Короче, защитные вот эти вот лепестки на руль ставить. Дальше, что здесь у нас еще? Bike Graphics. То есть, мы можем поменять ливрей на наш мотоцикл, сделать его более таким, ну, под себя как бы его подстроить. То есть, такое все есть. Спонсоры добавить, фронт намбер. Мы можем номер поставить, тот, который мы желаем, да? Мы не можем поставить, да? Ага, мы можем делать меньше и крупнее. А цифру поменять мы не можем. Ну, да ладно, короче. Главное, что я вам показал, что такое можно делать. Red side number. Ну, опять же, все то же самое. Короче, номера поменять и все такое. Переходим на следующую гонку. Сложность я теперь немножко увеличил. Кстати, по поводу контракта. Мы сюда еще не заглядывали. Короче, здесь у нас закрыты некоторые спонсоры, которые, я так думаю, они будут открываться по мере прохождения самой карьеры. То есть, и менять спонсоров. И у спонсоров, естественно, у них меняются задачи. То есть, если ты проезжаешь, допустим, на первом месте, то ты получаешь кредитов больше. Ну, и чем дальше, 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 тем больше ты будешь зарабатывать денег. Сейчас у меня вот спонсор Wessner. Это у нас немцы, да, по ходу, судя по буквам. 900 кредитов за гонку. Ну, как бы, вот такие вот нюансы в этой игре. По сути, ну, как бы, в плане геймплея здесь все осталось по-прежнему, как и было в предыдущих частях. То есть, меняются только спонсоры, которые ты можешь добавить. Ну, и, в принципе, цель езды одна и та же. То есть, тебе нужно квалификацию проехать, потом гонку и так далее. Ну, понятное дело, это у нас официальная игра, соответственно, и здесь нету возможности сделать, ну, более такой развлекательный контент, более разнообразным, там, по улучшению байка, там, какие-то плюшки, какие-то там улучшалки, возможно, ставить на байк. Здесь такого нет, потому что это официальная игра, и все здесь мотоциклы соответствуют как техническим характеристикам, так и, ну, как бы, визуально, а не как в реальной, в реальной жизни. Поехали на следующую гонку. Так, это у нас Великобритания, Матерлей Бэйсин, Гран-при 2.17. Здесь у нас 17 гонок будет. Ну, давайте попробуем. Сложность теперь у нас будет средняя. Тяжелее будет победить, но, я думаю, мы же с вами не первый раз ездим. Ну, игрушка, конечно, прикольная, заманчивая такая, знаете, под расслабон, под... Отличная игра, по сути. Так, а ну-ка, рейс-сессия, рейс-1, рейс-2. То есть, мы можем сразу перейти даже на гонку, на гонку-2, да? Пропустить первую гонку. А ну-ка. Are you want a select session? Нет, пропускать. А вообще, давайте пропустим. Мне вот просто интересно, что будет, если я пропущу одну гонку. Так. Понятно. Здесь я на 22-м месте и, походу, да, я пропустил гонку. По сути, даже дисквалификация, потому что времени у меня, видите, нету никакого. Ну, хорошо. Погнали. Главное, теперь я понимаю, что нужно проезжать две гонки. Так, погнали. Естественно, я на 22-м месте, на самом последнем. Давай-давай-давай-давай-давай. О, на средней сложности, видите, боты уже составляют конкуренцию, уже не едут как лохи. Ох, извини, брателла. Здесь уже немножко посложнее у меня конкурировать со своими соперниками. Уже они просто так не сдаются. Так, есть, отбил одну позицию. Так, есть, просрал. Да, байк сносит. На средней сложности уже, ребята, с 22-го места как-то, знаете, продвинуться на лидирующую позицию. У меня сейчас седьмое место. Не слишком-таки легко. О, байк сносит. О, байк сносит. Не, сложность явно нужно немножко сделать полегче, потому что мы квалификацию-то никакую не проходили. Поэтому здесь отбить нам... Ох ты, тут, блин, похота какая. Да, так сложнее ездить. Ну, все равно интересно, ребят. Игрушка действительно интересная. То есть те, кто любит мотогонки такого жанра, однозначно зайдет эта игра. Так, понемногу, вроде бы, я его нагоняю, да? Ох, ну тут, конечно, я ошибся и, соответственно... Да, походу, я теперь не отобью с шестым. Я явно уже не приеду. Так, понятно, срезать нельзя. Настройки, ну, такие, конечно, спецучастки нужно сделать покороче передачи. Потому что особо здесь ТЕРа заняться нигде. Особо и не повернешь на таких вот... Накатанных траншеях, которые оставляют мотоциклы. То есть... Тот, кто первый едет, тому проще. Еще не такая дорога с такими, вот, знаете... Да, гораздо сложнее проезжать. Вот, пожалуйста, восьмой, девятый, еще две позиции я просрал. Ё-о-ой! Молодец! Тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая позиция. Да, тут меня уже дрючат боты. Съезжать нельзя, уже мне... Да, ёлки-палки. Короче, понятно, эту гонку я явно слил. И позиция у меня стала двадцать второй. Был седьмым. Стал двадцать вторым. Короче, кто любит сложность, можете ставить сразу реалистичные сложности. Будет ездить гораздо сложнее. Ну, хотя бы одну позицию дайте я отобью. Дайте я отбил. Тринадцатая позиция у меня. Есть! Две позиции отбил. Не, ну, в принципе, если захотите, если выучить эту трассу до зубов, то в принципе то в принципе можно на этой сложности как тяжело мотоциклу именно вот в таких вот знаете особо сложных поворотах вот прям чувствую как вот ему тяжело мотоцикл сносит в таких вот поворотах нужно дозировать газ так сказать на подгазовочке идти в поворотах а ну брысь прикольно ой блянь чуть чувака не задавил да повернись ты когда там уже конец а ну-ка финиш наконец-то нет прикольно конечно ездить но так какое у меня место мейлстон где я на 20 месте зарабатываю всего лишь один поинт ну сколько заработал стукой заработал тем не менее на каком я в общем зачете месте на 21 а не в общем зачете а именно это гонка а общий зачет там будут показывать нет понятно среди победителей меня нету так ну хорошо а вот в общем зачете в чемпионате я на восьмом месте сейчас человек просто человек по мне мотокросс интересней ты в нее играл помнишь ну так это мотокросс и есть 5 престиж у нас пока что уровень 5 скоро будет уровень 6 итого у нас 24 24 опыта да или кредитов 24 тысячи не могу понять так ревейн это типа перемотка да 21 позиция престиж 5 ну ладно все переходим дальше так рейс общин давайте немножко мы сложность уменьшим мне кажется на медиум ну это как-то тяжеловато мне дается может это не с привычки потому что я последний раз в жанр этой игры гонял год назад так погнали следующий заезд гран-при это у нас 3 из 17 погнали валкинс франция да походу это все все трассы здесь ребята все неофициальные то есть они существуют в реальности так ну че давай-ка мы сделаем базу покороче давайте поставим просто ради интереса как оно проявит наш мотоцикл с короткой базой он должен по идее быть маневренный но не такой устойчивый вот этот супер Круто вообще На мотобайках это огонь как ездить В этой игре обалденно Ё-моё Свитеслав Евдокимов А вместо WRC-8 может по Dirtrali 2.0 турнир приведет У меня нет лицензии Dirtrali 2.0 И мне она не особо сильно нравится Dirtrali 2.0 Так, седьмая позиция, сливать нам не особо-то нужно Давай-ка теперь А ну-ка ваши прогнозы, первым приеду на этой Свитеслав Евдокимов Dirt сейчас со скидкой У меня на скидку денег нету Я собирал деньги на WRC-8 Вот когда будет Dirtrali 2.0 стоить Рублей четыреста Вот тогда я может и куплю Четвертое место у меня Свитеслав Евдокимов Значит и я проведу с призами Ё-моё, куда ж ты заедал? Блин, опять я просрал Что-то мне какой-то пенальти или что? Надо было наверное остановиться Десятое место, офигеть просто Десятое место, а то всё это труба Да давай же что-ли Десятое место, а то всё это труба А ну брызь пошёл вон Так, шанс На каком я? На шестом месте? Давай, 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 ну! Пятое место Четвёртое 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 с десятого места Хотя бы в тройку войти Вот это борьба жёсткая Давай Так, чуваки Третье место у меня Вот ами кровью Фу ты, блин Длин, где этот щиток Щит взялся А так ехал хорошо Я уже немножко так надраконился Блин, ребят Реально получаю кайфец от этой игры Очень круто Может даже будем проходить карьеру Этой игры Очень круто Мотобайк такой, знаете, неустойчивый на дороге То есть его постоянно нужно понемножку так отлавливать Давай, давай, давай Блин, ну мне надо третье место взять Это бабки не хотели Нет, всё, не возьмём Четвёртое место наше Фух Если бы я не допустил вот эту вот ошибку Где я в щит врезался То было бы всё нормально, ребята Я был бы на третьем месте Но четвёртое место тоже неплохо 18 очей Я считаю на первом заезде Это первая гонка Сейчас вторая у нас будет Конечно, если бы я ещё проходил Этот самый, квалификацию Результат бы был гораздо лучше Гораздо интереснее И всё было бы вообще Супер найс Так, Falcon Suite Или Swart Гонка 2 Ребят, трек я этот уже немножко вылечил Поэтому я считаю Ничем мы менять не будем В принципе, и всё огонь Да Поехали Сейчас я минуточку Пока ещё гонка не началась На, ладно Одна минута Сейчас затащим, ребята Я уже трассу знаю Я трассу знаю Поэтому Поэтому я думаю Сейчас мы вырвемся Опача Я на девятом месте Блин Хотел так красиво срезать 21 место Опять спился Ладно, сейчас наверстаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, 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 давай Опа Супер Опа, четвёртое место Всё, теперь главное Держать нам стабильность Стабильный темп И всё будет хорошо Довой Третье место В топ-3 Держу О Второе место Довой, DimaTorzok Всё Кури-бамбук Вот так вот Небольшой трюкан Ещё один Опа А за трюки мне, наверное Никаких бонусов не дают Да Прям на дрифте На байке на своём Прошёл Всё, ребят Пол позишн Блин, да где ж ты взял гость Шестое место Опять об этот щит Долбаный врезался Да блин, какие вы дерётесь Видимо, не только я один врезаюсь В эти щиты Смотрю, боты тоже Блин, двенадцатое место Долбаный врезался Долбаный врезался Смотрю Восьмое место. Так, походу, у нас остается еще один круг. Восьмое место. Шестое, шестое место. Мог пятым быть. Все, пятое. Просто жесть. Давай! Как, ну четвертым должен приехать однозначно. Вроде бы четвертым ехал Сейчас пятым Еще он подвох Так, еще один кружок Значит шансы есть Главное не допускать ошибок Третье место, третье Второе Фух, блин Палки-палки чуть не врезался Второе место, блин Да вот, первое место Шансы есть, последний Это, наверное, последний круг Тяжелая гонка, ребята Вообще Так, ну что, финиш Ребята, поздравьте Первое место Это было тяжело Очень тяжело Я даже не ожидал Насколько тяжело будет Нормально Держу первое место Это отлично Очень гоно Человек просто человек Молодец Так, парни Пока что, держу В общем, в зачете Четвертое место Я слился тогда Ну, вы помните, да? Первую гонку слил На вторую Я приехал там Не помню на каком месте Четвертое место Пока в топ-3 Я не укажу Мотоцикл, когда проехал Вот эти вот следы остаются Вот эти вот ямы Когда ты Въезжаешь в эту яму То после этого Мотоцикл в поворотах То есть, когда он выскакивает С ямы Он более резкий становится Понимаете? Вот блин Это не передать Это ощущение Хоть играю на геймпаде Но, тем не менее Удовольствие получаю Обалденное Суперское Игра действительно Угодная И Она Очень успешная Это успешный жанр Эмик джипи Крутая игра Без б Очень Очень суперский Так Кастомайз Блин, вот Минуточку Вернуться на гонку Вот жаль, что Нам не показывают Какой спецучасток Будет Насколько он Будет Маневренный Чтобы Подстраивать Именно Под Под Или иной Спецучасток Свой мотоцикл Так Рейс Короче, ладно Поехали Гоуторрейс Сейчас проедем Еще эту гонку Я думаю Там уже должны Подкрываться Новые спонсоры С более высокими Наградами То есть Все должно быть Круто Так Это у нас Италия Да Флаг Италии И смотрю Даже вот Эту самую Массовка Не повторяется Смотрю Стоят И задом И передом Молодцы Так Байк сетап Рейс сессиан А Не Подожди Сюда мы Чемпионшип Стейдинг Не Это не оно Да Нам не показывают Спецучасток И это жаль То есть Я Со спецучастком Не знаком Но я хочу знать Какие там Повороты То есть Чтобы настраивать Ну да ладно Тогда значит Что мы делаем View Base Ставим Такой Оптимальный Вариант И Так Ну Подвесочку Трогать не будем То есть Все Пусть остается Так по умолчанию Погнали Ну С Богом Ребята Лег посреди дороги Сидел байкера Пока изучаю Ребят Трассу Потому что С ней не знаком Но тем не менее Смотрите Я держу Третье место Уже второй Замедляться В поворотах Вообще Нужно Очень сильно Замедляться Так Есть Тут смотри Я в лидер И вырвался Ну тут видите Тут сам трек Он такой Он не рассчитан На максималочку То есть здесь Ох И уже на шестом месте Жестко Жестко я попал Понятно Значит Надо держаться Желательно С середины Трека Давай Давай Могу быть первым Жестко я Так. Опа. Еще один трамплинчик позади. Догоняет супостаты. Ну-ка, сейчас-ка мы покажем им профессиональную езду. Вот. Давай-давай-давай-давай. Повернись ты. Не очень повороткий мотоцикл. Может, что-то с подвеской там надо пошаманить. Чтобы он был более маневренный. Так. 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 По-своему он сложен. Но хотелось бы мощности мотоцикла побольше. Чтобы он особо не задыхался вот на вот этих вот поворотах. Слышите? Вот по звуку как ему тяжело в общем входить в поворот. То есть мощности не хватает выгребать задним колесом. Так. Ну, все-таки 250 кубиков. Но кто-то мне писал в комментариях, что эти мотоциклы тут они 250 кубовые. Но они достаточно такие Мощные Ну фиг его знает не ездил на таких байках Поэтому что-то сказать Не могу Но на таком бы треке Ребят я бы поездил на таком байке С удовольствием Если была бы такая возможность Где-то бесплатно Кто бы предоставил Это без проблем Погонял бы было бы клево Такой байк Для поселка Где-то там погонять По открытой местности Да вообще просто огонь У меня просто был Минскач ребят Мотоцикл Он как бы в паспорте Мотоцикл назначится как мотоцикл Для сельской местности Мотоциклы Минск Блин Реально вездеход Мотоцикл который заводится В любую погоду То есть хоть ты зимой его заведи А те кто ездил на Мотоцикле Минск Те знают что в нем Аккумулятора нет То есть он с полутыка Заводится в любую погоду Как бы там Не то самое Я считаю это очень клево Так ребят Гонка 2 Сколько у нас там по времечке 21-22 Ребят Это у нас последняя гонка И потом будем уже закругляться Со стримом Я думаю все понятно С этой игрой Игра действительно годная То есть В стиле она стоит 930 рублей Я считаю что Эта игра отрабатывает Эту стоимость Без проблем Другие люди Другие разработчики Предлагают Такую дичь За 2000 рублей Которая Ну реально не стоит Здесь же И графика красивая И ты получаешь удовольствие И динамическая такая игра Что Если хочешь побороться Ставишь сложность Пободрее И реально У тебя будет Просто пригорать От гонки Это клево Так погнали Гонка 2 Опять этот Спецучастер А с видом От первого лица Вообще обалденный Игра От первого лица Опа Давай 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 Я думаю Затачу Уже шестая Позиция У меня Четвертая Лидером Без проблем Стану Надо будет Не на запись Я думаю Попробовать Протехать Полностью Полный Уикенд То есть там С квалификацией Со всей этой Бойдой Я думаю Будет круто Просто На сложности Посложнее Оно то Сложнее Конечно Мне так Игра Потому что Я играю Мне нужно Что то вам Еще говорить Что то там С мыслями В голове Собираться Но тем не менее Все равно Плево Если что то Не писался Плево Веселая игра И даже Учитывая то Что эта игра Выходит Каждый год По сути Одно и то же Да Меняются Только Трассы Но Сам смысл Игры Остается Единый Тот же И все равно Она не надоедает Особо сильно Ну Единственный Косяк был Это С MXGP Pro Мне она Не понравилась А вот Эта часть С удовольствием Поиграл По мотоциклам Хоть немного Прется Скачайте Эту игру Или купите Там Просто попробуйте А вдруг Вам зайдет Вдруг Вы Просто Реально Скажете Обля Что мой канал Вас познакомил С этой игрой Потому что По сути С популярных Блогеров Никто Не стримит Эту игру Никто Кроме нас То есть Мотогонки Ралли И Всякие игры Про бездорожье Это конечно Наш Наш Контент Все таки Чувствуется На геймпаде Пробуксовка Вот Когда Ну Прям вот Совсем Тяжелая Пробуксовка Вибрация идет На геймпаде То что Ну Мотоцикл Тяжеловато Это Это классно Ощущение Обалденное Хотелось бы Конечно Вибрацию На геймпаде Чуть посильнее Потому что Мне кажется Она просто Недостаточная Для такого Вида спорта Ну а В целом В целом Плево Хотелось бы Звуки Поярче Вот Именно От От Гравия Потому что Не слышится Вот это Вот знаете Как В гравии Там Бьется Общиток Пластмассовый Задний Передний А эти А эти Звуки Должны Слышны Потому что Ну Я ездил На Мотоцикле По пересеченной Местности И я Точно могу Сказать Что Ну Гравия Отлетает И звук Очень даже Слышен Общитки А то Такое Знаете Ощущение Словно Я еду По какой-то Мягкой Перине Гравиной А так В целом Игрогодная Я сегодня Вообще Что-то Разошелся То есть Два видео Да ладно Ты меня Обошел Прям Перед Финишем Не хватало Все Третья Позиция Ехал Так Хорошо И На На последнем Круге Слился Уже Так Еще один Круг Шансы Есть Еще Шансы Еще Есть Слился Спасибо Хам Хам Ну блин Ну что ж такое Я первый не буду Давай финал Ух Первое место хорошо Так ребят Ну все короче я думаю на этом Закончим этот стрим полтора часа Мы с вами уже сегодня оттарахтели И я считаю Этого достаточно Пишите как вам вообще зашла эта игра Не зашла Мне лично понравилось Я считаю это обалденно Игра очень клевая Удалять ее пока что не буду Я ее оставлю пусть она водит Прикольная игрушка Из мото гонок Я думаю нужно оставить На этот год Я думаю до конца этого года Мы сможем пройти эту игрушку Кто хочет чтобы было прохождение Этой игры на моем ютуб канале Не забудьте поставить лайк А кто впервые подписывайтесь Обязательно То есть контент у нас разнообразный Бездорожье, ралли, мото, гонки Это наш контент нашего ютуб канала Ну а на этом ребят я прощаюсь Всем спасибо за то что оставались На моем ютуб канале Всем пока и удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok